Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня вторник, 20.00, в прямом эфире программа ТВ «Психолог», студия телеканала «Волгоград-1». И здесь, в этой студии, авторы, соведущие этой программы, психологи Сергей Пабушкин и Елена Спирина. И тема сегодняшней программы – как вернуться-то из отпуска, по большому счету? Мы подошли к такому моменту, да, сентябрь наступил, осень, и сезон отпусков, так называемых, в основном, конечно же, прошел. Хотя впереди еще и бархатный сезон, но многие люди уже отпуска отгуляли. Ну и вообще настроение уже действительно такое. Первое сентября, дети в школу пошли, уже точно работать, ну, даже если у вас отпуск, куда-то уехать, наверное, не получится у тех, у кого есть дети. Поэтому все-таки мы считаем, что большинство людей отгуляло и решили взять эту тему. Мы уверены, что будет многим она полезна. Поэтому, конечно же, наши телезрители уже, скорее всего, вечером готовы делать уроки с детьми, либо уже после работы пришли, включили телевизор. Звоните нам сюда, в студию, задавайте свои вопросы. 788-1696, код города Волграда, 84-42. И также пишите нам на вайбер 8961-681-8686. С удовольствием озвучу ваши вопросы, может быть, выскажите свое мнение. Возможно, у вас есть какой-то лайфхак, или ваш особый способ, как вы быстро возвращаетесь в рабочий ритм. В том числе, если вы родитель, то работой для вас является уже, скорее всего, и школа вашего ребенка. Потому что все-таки, как и так принято в нашей стране, поддерживать детей в том, чтобы они учились, хорошо учились. Особенно, если это выпускной класс. Вот особенно, если это выпускной класс. Делитесь своими, как вы это делаете своими лайфхаками. Потому что, действительно, я думаю, это очень интересная тема для многих наших телезрителей. Ну и начнем, наверное, с такого простого, банального вопроса. Вообще, отпуск, он вообще зачем нужен? В принципе, ведь есть люди, которые в отпуск не ходят. И нужен ли он? Не ходят, да. И нужен ли он? И почему вот такие ажиотажи? То есть люди в отпуск готовы копить, работать весь год ради отпуска. То есть работают. К отпуску готовятся. Да, готовятся, чтобы выйти в отпуск. Его отгулять, потом опять вернуться на работу. И из-за этого, мне кажется, действительно, очень долго втягиваются в рабочие моменты. Потому что отпуск так прошел, погуляли, так погуляли. Хотя, возможно, не все. Ну, у всех по-разному. У всех по-разному, конечно. Но вот мы сейчас пытаемся рассмотреть разные варианты. Как прошел летний период. У всех по-разному. Зачем же вообще отпуск нужен? Ну, я так думаю, что отпуск нужен всем. И самый хороший отдых – это все-таки смена деятельности. Зачем это нужно? Для организма, для людей и вообще в принципе. Любое здоровое существо имеет время действования и время отдыха. Отдых нужен для того, чтобы восстанавливаться. Мы так или иначе задействуем очень много своих сил, времени на то, чтобы достигать свои цели. На то, чтобы работать. У кого есть дети, значит, нужно уделить время детям. Сейчас школьная пора началась. И уже начались домашние задания. Насколько я знаю, у меня ребенок ходит в школу. Сразу прям? Да, сразу прям начались домашние задания. И понятно, что родители опять в школу. Уже не ребенок говорит, но опять в школу. Родители, мне кажется, больше готовятся к этому периоду. Да, больше готовятся, потому что есть переживания. И за то, как ребенок закончит школу, как будет учиться, как будет работать и все прочее. От этого зависит очень многое. И отдых необходим организму для того, чтобы восстанавливаться. Самое привычное для всех – это сон, конечно же. И не все спят ровно 8 часов, как хотелось бы. Не у всех родителей это удается. И важно, чтобы отдых был и в течение дня какое-то время. Есть категория людей, особо очень чувствительная, которые устают, например, от общения. Устают от шума, устают от, может быть, смены картинок, либо освещения. Это тоже может быть, это тоже влияет на психику очень серьезно. То есть все зависит от того, ну, давай так, наверное, термин все-таки психологический – сенсорная система. То есть от того способа, которым мы собираем информацию. Если мы собираем информацию больше глазами, понятно, что у нас будут уставать глаза. Если мы больше собираем информацию слуховым аппаратом, еще речевым, если мы разговариваем, ну, работая, допустим, с людьми, то понятно, что это все устает. И нам нужна смена деятельности для того, чтобы переключиться. Если человек работает, допустим, на заводе и слышит определенные звуки, монотонные, 20, ну, не 24 часа, но 8 часов в сутки. Ну, есть такие вот, только сегодня с подругой своей обсуждали, как, например, вот врачи, да, там у нее супруга, супруг. Ему поставили за месяц 9 дежурств, он хирург. То есть… Это очень нелегко. То есть получается в неделю это два раза работать по полтора суток, еще плюс вот. Ну, то есть это просто. И получается, что действительно… Это психологически нелегко? Не просто 24 часа, это фактически 40 часов на работе. Ну, там 30, сколько там, 36. И надо понимать, что человек, который работает больше, чем положено в день, он через некоторое время становится просто неэффективен. Ну, то есть теряется эффективность, теряется внимание, теряется качество работы. И надо понимать, что если в отпуск… Есть люди, которые не хотят в отпуск, они говорят, нам, как это… Отдыха не надо, работы давай. Трудоголики. Есть такая категория людей. И, к сожалению, они работают неэффективно через некоторое время, да, не осознавая того, что они не только не приносят пользу, но и в каком-то смысле приносят вред. Поэтому отдых и отпуск – это обязательная процедура, мера для того, чтобы восстановить себя и поддержать себя. Опять же, да, все-таки тема у нас такая, как все-таки выйти из этого отпуска. Ну, мы сначала рассмотрели, для чего это нужно. Да, вообще он нужен, конечно, для того, чтобы восполнить силы свои, да, и действительно их хватило на следующий период рабочей деятельности. То есть, как бы, получается, перезагрузиться, то есть, отпуск, да, то есть, как бы, отпускает меня вот эта вот рабочая суета и так далее. И получается, как бы, перезапуск, то есть, отпуск, перезапуск, то есть, новый пуск по-большому еще, можно так сказать. И запускаются вот какие-то все процессы как-то по-другому, заново. Ну, вопрос в том, что ведь надо уметь это делать. Переключаться. Ну, просто перезапускаться, как мне кажется, то есть, перезагружать. То есть, вот как есть там профилактика, то есть, можно к этому отнести, да, например, там, техосмотр автомобиля, там, или еще что-то. Вот то же самое и отпуску. Но к отпуску почему-то не так относятся у нас в основном. Ну, к отпуску большинство людей относятся как? Я переделаю все свои дела за свой отпуск. Это большинство людей так относятся. И тем самым отпуск становится не отдыхом, а еще одной дополнительной работой. Да, перезапуском не является. Но даже, знаешь, а те, кто совсем прям совсем уже все попеределали и так далее, тоже, вот я часто встречаю, то есть, цель отпуска куда-нибудь уехать, да, куда-нибудь, чтобы там отжечь. Вот прям. Ну, это хороший способ отдохнуть. Хороший способ отдохнуть, но я тоже не вижу это как, то есть, сколько энергии уходит на то, чтобы отжечь. То есть, ну. Все зависит от того, опять же, каким видом деятельности занимается человек. Если человек занимается больше аналитическим видом деятельности, ну, то есть, аналитик, что-то считает, с кем-то разговаривает, ну, такие, скажем так, аналитические вопросы решает, там, это может быть и банковские рабочие, экономисты. Но тот, кто считает, тот, кто задействует мозговую деятельность на полную мощность. Конечно же, хочется физически где-то отжечь. Ну, это даже не совсем не... Хорошо, если было бы это физически, например, да, чтобы человек, люди танцевали, там, не знаю, прыгали, спрошу там. Ну, мало ли, кто-то в гору поднимается. В гору поднимается, да, но сейчас, кстати, стал популярный здоровый отдых, да, но часто это алкоголь рекой, вот, в понимании отжечь, да. Да, и тогда уже на танцполы люди выползают. Поэтому здесь вопрос именно в том, чтобы, ну, вот, чтобы получилось перезапуститься, да, и сил хватило, потому что много ко мне жалуются, что мне не хватает времени отдохнуть, я постоянно чувствую себя уставшим от синдром хронической усталости, вчера ему хочется спать. Не получается перезапуститься, перезапуститься в организм, сделать эту профилактику и, в принципе, действительно заняться там какими-то профилактическими оздоровительными процедурами. Ну, это то, о чем я говорила. Процедура, наверное, как-то звучит слишком аналогией с больницей вызывается. Здесь скорее процесс, здесь не процессы переключения. Процессы какие-то, да. Но это касается не только физического, но еще и ментального, то есть психологического момента, да, потому что, действительно, если у меня очень активная, например, работа, очень много людей, то, скорее всего, лучше отпуск провести в каком-то таком уединенном месте, да, где можно было перезапустить, там, навести порядок внутренний, ментальный, как-то там повизуализировать. Если у меня как раз, как ты говорила, интеллектуальная работа там в офисе или какая-то аналитическая работа, конечно, лучше провести в культурно-массовых каких-то мероприятиях. Ну и так далее, тому подобное. То есть важно понимать, как вот смена деятельности, ну, как бы альтернативная. Это хорошо, если есть смена деятельности. У некоторых людей, к сожалению, нет вот этого элемента переключения. То есть они работу, уходя на отпуск, несут с собой. То есть важно в моменте ухода в отпуск выключить работу и четко разграничить. Вот здесь у меня работа, а вот здесь у меня отпуск. Чаще всего, как же я вообще не возьму работу на собой, я ведь единственный специалист подобного уровня. Соответственно, некому заменить, приходится и постоянно люди... А кто на замену остается, тот, ну, не знает многих вещей и постоянно дергает. То есть такое тоже случается. И получается, нормальный отпуск не происходит. Ну, это там, я сейчас, то есть, он был среди бухгалтеров, там, экономистов или каких-то руководителей и так далее и тому подобное. Поэтому вот отпуск, это тут надо подготовить, то есть, правда, готовится 11 месяцев, но за 11 месяцев надо подготовить того, кто, в принципе, и нормально меня прикроет, когда я вернусь с отпуска, чтобы вот это не было обычно, когда с отпуска возвращаются, завалы, 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 и все сразу, опять огромная нагрузка и сразу тут же, да, то есть нет, в принципе, какого-то там вливания, да, постепенности распределения. Поэтому тут это важно, об этом тоже подумать. Вот это планирование, вот это планирование, да, то есть мы очень много в наших программах прям, можно сказать, топим, да, вот такое молодежное выражение, именно за планирование, да, надо учиться этому планировать и воспитывать. То есть это взрослый подход. Если вот как бы по-детски, да, то вот как вот, ну вот отучился. Упремся, разберемся. Да, упремся, разберемся. Ну, например, вот я учился в школе, да, 9 месяцев вообще, у меня напрягался, а потом у меня каникулы летние, я все покидал, в портфели, в книжки, тетрадки, учебники, все куда-то. Вот, списки литературы тоже. Вспоминал об этом за, там, ну, две недели в лучшем случае, за, вот, до 1 сентября. Вот я помню, что до конца августа был такой нелюбимый, хотя-то хотел сгулять, сидишь, читаешь, что-то все, такие списки этой литературы и так далее и тому подобное. Вот, и вот такой подход в том числе, получается, переносится в жизни и к отпуску и так далее. Привычка формируется еще в школе. Да, получается, сформировалась привычка и хорошо бы, вот, ну, заняться новой привычкой. Тем временем, вот, как раз у нас на Вайбер пришел вопрос. Отпуска так мало, не успевай отдохнуть нормально, а как отдыхать, чтобы хватило времени? Вот, как раз, в нашу тему. Это от девушки, вот, 28 лет я написал вопрос. Получается, что отпуска мало, не успевай отдохнуть, как раз, вот, мы об этом уже, вот, говорили, да, потому что, ну, видимо, не происходит этого, вот, перезапуска. Либо нагруженность в отпуске, не отдыхом, а делами. Да, и плюс ко всему, скорее всего, нету рационального распределения, вот, ежедневного. То есть, это очень важно понимать, что каждый день нам тоже нужно какое-то время отдыхать. Ну, хотя бы тот же сон, да, 6 часов поспать. Минимум. Это минимум, ну, 7-8 рекомендовано. Понятно, что там не получается, не успеваем, но 6 часов надо, причем дело не в количестве сна, а в качестве. Да, качество сна. И еще очень важно, то есть, вообще привычку, вот, в данном случае, многие, те, кто занимаются, там, исследованием сна и прочее, работы мозга, как он, как механизм. То есть, в одно и то же время ложиться и вставать. Ну, например, там, в 12 ночи вы ложитесь, в 6 утра встаете, в 12 ложитесь, в 7 встаете. То есть, соответственно, то есть, это должно быть одно и то же время. То есть, не так, что, например, один раз я в 2 лег, другой день в 10, потом там в 11, потом в 8 проснулся, в 3, потом проснулся, лег в 3, проснулся в 9. То есть, вот, это мозг очень сильно нагружает, он сбивается с ритмов, у него идет дестабилизация, организм чувствует себя вымотанным, даже больше, чем если вы, например, не будете спать, там, будете спать по 3-4 часа. Ну, и плюс еще самые эффективные часы восстановления уже, ну, и были исследования, и мои друзья йоги об этом говорят. И сама пробовала, что самые эффективные часы для восстановления мозга, это с 11 часов вечера до час ночи. То есть, вот, до 11 часов нужно закончить все дела и идти спать, потому что в это время как раз и вырабатываются все гормоны, те, которые восстанавливаются. Я, кстати, пробовал лазиться в 10, и я чувствовал, кстати, себя еще лучше. То есть, в 10 вообще идеально, мне кажется. Я не знаю, как, я все-таки... В 10, правда, ну, и вставал в 6. Вообще, вот, если в 11 и в 7, ну, как бы энергии поменьше. То есть, ну, вот, ну, это прям по мне. Но тут можно поисследовать, то есть, свой организм. Своё. Как, да, мое время отхода ко сну, просыпание, когда лучше всего. Ну, вообще, это вопрос привычек. И многие говорят, что есть жаворонки, есть, да, совы. То есть, это тоже вопрос привычки, как вы себя потренируете. Но, действительно, организм отдыхает, определенные гормоны, там, и так далее. Почитайте, это есть информация в интернете, в том числе, исследования на эту тему. По-моему, институт с аналогией даже есть там целый, да, работы мозга. Ну, много всего есть, поэтому это поизучайте. И важно, чтобы вот, ну, отдыхать в отпуске, так, чтобы прям перезапуск произошел. Но важно в том числе и ежедневно, там, еженедельно. Некоторые же как еще делают? Все 5 дней не высыпают, сейчас на выходные как? Высплюсь. Не работает так. Не работает. Не работает. Организм все равно изматывается, нервная система изматывается. И тем самым отдых не будет казаться эффективным, потому что здесь накопительный эффект усталости гораздо больше, чем количество дней в отпуске. И будет, да, не выходное, не выходная суббота, а зомби-суббота, я так называю, когда так вот, да, не может оторваться от подушки и никуда там не сходить ни с детьми и так далее. Да, сона один из элементов как раз эффективного отдыха. И опять же, если есть на протяжении всего времени подготовки к отпуску моменты отдыха и эффективного планирования, то отпуск пройдет очень-очень-очень хорошо. Мне тоже так кажется. Я бы еще, наверное, добавил, что если уж прям совсем не получается отдохнуть, да, не хватает времени, да, в отпуске, то здесь надо посмотреть вот тогда комплексно, да, то есть вот именно что мешает. То есть, ну мы уже сказали, давайте подытожим, получается, посмотреть на то, какой, то есть работаю или я, то есть если у меня там смена деятельности, то есть возможно работу я с собой беру в отпуск, доделываю, там переделываю, что-то, что-то там, какие-то хвосты, или меня постоянно дергаются работы. То есть это нежелательно, потому что не получается, ну нет отключения, нет отключения системы. Отдыхаю ли я или я себя нагружаю работой? Или я себя нагружаю работой, да. Да, но опять можно, как я говорю, то есть можно нагрузить же себя, например, домашними делами, например, да, там бытовыми, а не рабочими. Это как бы тоже, ну это одно дело, а можно ведь еще что-то от работы не отключиться. У женщин обычно традиция перед самым выходом из отпуска переделать все дела, чтобы из отпуска выйти очень эффективно, да, и тем самым из отпуска они выходят очень-очень-очень измученные. Да, ты еще на работе навариваешься. Есть ощущение, ну такое, послевкусие, да, такого отпуска, что отпуска-то не было, потому что напоследок оставляются все дела, и эти дела, конечно, очень сильно нагружаются. Здесь важно, ну вот, опять же, выход из отпуска, да, важно понимать, что эти дела никуда не денутся. Их можно спланировать на весь оставшийся период, как это, жизни, чтобы, опять же, давать себе возможность отдыхать. Да, безусловно, это, то есть, это как раз про планирование. Ну и здесь еще вопрос по рабочему, ну как это, по рабочему месту, когда человек выходит из отпуска, здесь же тоже очень многие моменты. Мы, причем, сейчас говорим про такие основные графики рабочие, да, то есть, это пятидневная работа, да, 11 месяцев трудовых, 40-часовая рабочая неделя, да, и так далее, да. То есть, стандартный выход на пенсию, не какие-то вредные производства, там, если мы говорим про какие-то вредные работы, да, где большая нагрузка идет, например, как физическая, так и эмоциональная, где есть вредность, да, то там, соответственно, ну, тоже немножко по-другому, там на отпуск дается больше времени. Я считаю, там надо более тоже эффективно планировать, все-таки это вопрос здоровья. Здоровье такой ресурс, который с годами расходуется, и о нем особо не восстанавливается, конечно, его можно чуть-чуть подкорректировать, но, естественно, мы утратим этот ресурс, мы утратим. И тут важно понимать, что, конечно, чем раньше я пойму о том, что это ресурс, невосполнимый в том числе, да, то тем будет лучше, потому что обычно здоровье вспоминают, там, лет в 30-40, когда начинает болеть что-то, причем хронически. То есть, вот, например, в 20 лет, я думаю, вряд ли кто-то думает о здоровье, ну, по крайней мере, я не думал, вот, но где-то там уже к 25-ти стал задумываться и как-то с этим ресурсом бережно обращаться. Напоминаю, номер, да, в студии 781696, код города Лограда 8442, также номер вайбера 8961-681-8686. Обязательно пишите нам на вайбер свои вопросы, звоните нам в студию, ждем ваших звонков. У нас уже вот тема сегодняшней программы, как выйти из отпуска, как вернуться из отпуска, как влиться в рабочие трудовые будни, в учебные будни, потому что, по большому счету, и школа тоже является уже нашей, как фактически, работой второй, да, второй сменой у многих родителей. Вот, и я там смотрю, еще пришел вопрос. Вот, я в отпуске, я вот в отпуске не был уже года три, лучше скажите, как уйти в отпуск? Вот, как раз хороший вопрос. У нас с темой, как выйти, а это как у него войти. Как вспоминаю, чтобы продать что-нибудь не нужное, надо купить что-нибудь не нужное. Хороший вопрос, тут надо себе, конечно, позвольте, я опять возвращаю к планированию. То есть, если планирование есть, то вот отпуск можно спланировать и в него уйти, ну, по плану, как, ну, там, договориться и так далее, и тому подобное. Но обычно этим страдают, там, самозанятые или индивидуальные предприниматели, ну, очень трудно уйти в отпуск. Ну, ты знаешь, я знакома с многими предпринимателями, которые отпуск свой именно планируют. Без отпуска они четко понимают. Вот у них, кстати, как-то с отпуском все хорошо, потому что они четко понимают, что здоровье – это самый главный ресурс. И если нет здоровья, то достигать то, что они хотят, они, в принципе, не смогут. Ну, мне очень, знаешь, очень нравится притч, когда два дровосека в конкурсе участвуют и рубят лес. Им нужно пройти определенную просеку и, как бы, вот прорубить определенное количество деревьев. И первый дровосек рубит, не останавливаясь, рубит и рубит, рубит и рубит, рубит и рубит. Слышит, что второй то рубит, то не рубит, то рубит, то не рубит, то рубит, то не рубит, ну, как же так? Ну, и доходит первый, значит, дровосек до финиша, смотрит, а второй уже на финиш. Он говорит, подожди, ты же то рубил, то не рубил, как же так, как же ты мог дойти первым до финиша? Он говорит, я когда не рубил, я топор точил. То есть отпуск – это некий такой элемент заточить топор свой. То есть подготовить, да, потому что так или иначе основной инструмент у нас – это все-таки наше тело. Надо подготовить наше тело к тому, чтобы работать эффективно. И отдых еще имеет таким очень хитрым свойством, если действительно отдыхать качественно, то приходят идеи, как сделать что-то эффективнее. Знаешь, лень – двигатель прогресса, да, то есть вот в каком-то смысле, если человек даже бездействует, это не факт, что он бездействует, в это время он что-то придумывает. Если человек действительно долго времени перезапускался, то у него накапливается раздражительность, накапливается какая-то агрессивность, усталость, сонливость и так далее. Апатия может быть. Апатия может быть, да, профессиональное выгорание. Эмоциональное выгорание. То есть очень много таких возможных проблем. Ну ладно, там два года еще, ну можно понять, но три, четыре, пять – это уже прямо очень серьезно. Это уже, надо понимать, что это уже привычка, по большому счету. что очень сильно сформировано. Человек все-таки социальное животное, и он очень быстро привыкает как к плохому, так и к хорошему. И здесь, привыкнув постоянно работать, 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 работать и не отдыхать, надо себе понимать, что нужно сформировать новую привычку отдыхать. Ну, хотя бы позволить себе, я не знаю, не месяц отдыха, но хотя бы определенное количество дней, хотя бы пять дней посвятить себя отдыху. Я помню свой период, когда я работала точно так же, 40-часовая рабочая неделя, и в какой-то момент я приехала на море, и вот именно момент, когда трудоголизм, а я трудоголик, в общем-то, грешна. То есть ты не знаешь, что это не понаслышке. Знаю, не понаслышке. Три года это так? Да, ну, в отпуск я ходила примерно, но в любом случае в отпуске я не отдыхала, но делюсь своим. И когда я приехала на море, мне все время надо было куда-то двигаться, что-то делать, постоянное должно быть движение, постоянные события, на что подруга мне сказала, ляжь и лежи. Для меня это было, ну, непривычно, для меня это было, ну, практически, я могу сказать, что для меня это был, ну, сильный стресс, потому что я привыкла все время двигаться, я привыкла к событиям, к изменениям, к процессам, нужно что-то делать, а тут нужно просто лежать. Как это я буду просто лежать? Ну, я же тогда буду бездельницей. Вот, ну, это было такое убеждение, с которым пришлось работать впоследствии уже с психологом, потому что… Ну, да, какой-то внутренний критик включается. Конечно. И вот, который постоянно, надо постоянно… То есть движение – жизнь, движение – жизнь, движение – жизнь. Понятное дело, что движение – жизнь, никто не спорит, и нужно двигаться много. Можно менять скорость в этом движении? Можно менять скорость, да. Мы, например, за рулем тоже не едем все время, там, 80 километров, там, 60 километров, да. То есть мы там стартуем, потом останавливаемся, стартуем, останавливаемся. Поэтому важно все-таки свою жизнь, ритм своей жизни распределять. И хорошо, конечно, смотреть в перспективе года, потом полугодие, квартал, и, например, ежемесячно, еженедельно и ежедневно. Это была бы, конечно, идеальная картина. Хотя многие люди этим грешат. И у нас в городе, например, знакомцы с тренерами, которые занимаются, например, планированием, тайм-менеджментом, ну, не могу сказать, что это очень популярное направление. У нас там изобилие на этом рынке. Клиентов. И клиентов, и тренеров в связи с этим. Поэтому, конечно, хотелось бы побольше. И хорошо бы, чтобы многие люди этим владели. И вообще идеально было бы, чтобы и как-то в школе этому выделяли внимание, мне кажется. Чтобы детей тоже учили все-таки планировать как-то именно качество, эффективность времени, и заниматься здоровьем в том числе. Не просто там, ну, именно чтобы было там, ну, как-то вот вложить это в головы, в ума, в привычки все-таки людей. И тогда получится уходить в отпуск, да, то есть доносить ценность именно этого. И умение распределять свои ресурсы эффективно, себя, свое тело, свое здоровье, заботиться об этом. Потому что, ладно, сейчас я молодой, мне там 30 лет, да, например, в 40 уже здоровье начинает от себя. А в 50 обычно все люди становятся психосоматически. Многие моменты, да, то есть в 50 лет уже разные больницы, врачи, уже как минимум хотя бы какая-то хроническая болячка-то и липнет. Вот. Ну, 50 и то. Тебе у кого хорошее здоровье, считаешь? Да, и мне как бы гештальтисты подарили фразу, которая мне очень понравилась. Если хочешь все успеть, надо замедлиться. Я сначала очень сильно не понимала, как это так. Вот чтобы все успеть, надо замедлиться. Был непонятно, пока я не взяла один свой день и просто выписала, что я делаю в этот день. Ну, вот какие действия я делаю за весь день, потому что есть ощущение, что я ничего не успеваю. Оказалось, что я делаю большое количество дел и очень много успеваю. Но привычка оценивать, что я ничего не успеваю, ну, это тоже внутренний критик, да, так дает о себе знать, о том, что я ничего не успеваю. Оказывается, нет. Ну, это, знаешь, как метафора, если сесть в поезд Сапсана и смотреть в окно, да, когда ты едешь быстро, ты не можешь рассмотреть все, что у тебя за окном. Ну, как бы не успеваешь. Но если поезд едет медленно... Мелочи жизни какие-то. Да, мелочи жизни. Вот, а если едешь медленно, то можешь все и рассмотреть. Да, тем временем мы подошли к рекламе, необходимый небольшой отпуск в нашей передаче. Вот, поэтому оставайтесь с нами буквально через 10 минут после выпуска новостей и рекламного блока мы вернемся в студию. И снова здравствуйте, в прямом эфире телеканал «Волград-1», программа «Твой психолог» в студии Сергей Бабушкин и Елена Спирина, авторы, соведущие программы «Твой психолог». И мы возвращаемся. Спасибо, что как-то вернулись. Перерыв был достаточно быстрый, по крайней мере, для нас здесь. Тема сегодняшней программы «Как выйти из отпуска», причем выйти, конечно же, в плане не физическом, а в том числе и психологическом. Как комфортно выйти из отпуска. Да, как выйти так, чтобы перезагрузиться и грамотно, в том числе, отдохнуть. Мы уже много обсудили вообще, что такое отпуск, зачем он нужен, каким образом лучше это все делать, планировать и так далее. Напоминаю номер в студии, 781696, код города Волграда, 8442. Туда давно мы не слышали наших телезрителей после нашего отпуска летнего, потому что мы недавно сами вернулись в прямые эфиры. Поэтому звоните, конечно же, с радостью вас услышим и послушаем вашу историю, ваш какой-то способ возвращения из отпуска, либо, может быть, вопрос зададите. И, конечно же, телефон Вайбера, куда вы можете писать и присылать свои вопросы, или, может быть, даже тему передач, которые вам интересны. 8-961-681-8686. Также у нас есть небольшой паблик ВКонтакте, можете вступать туда, vk.com.slash.tvoipsi. Ну и мы в соцсетях также с Леной представлены, поэтому тоже добавляйтесь там к нам в друзья, задавайте вопросы, предлагайте варианты темы эфиров и передач, которые вам были интересны. Мы обязательно их рассмотрим и подберем необходимых специалистов и сделаем очень интересный эфир. И пока мы были на перерыве, пришел вопрос нам, да, на Вайбер. Вышла на работу, а мыслями вся на море, ничего не радует. Вот думаю, может быть, переехать туда жить. И, ну, вопрос как такового нет, просто вот такой мысль вслух. Ну, если так вот додумывать. Такие размышления. Размышления, да. Сразу видно, что человек еще в отпуске действительно, да? Еще, правда, в отпуске мыслями там. Ну, опять, я как бы хорошо там, где нас нет. И действительно, очень часто иллюзии. У меня просто родственники живут прямо на море, вот в Евпатории. Вот. И я знаю, что мы когда-то периодически приезжали, для меня это было море. О, это вообще, это просто. Ну, прям вот хотелось с него не вылазить, синеть. Я прям помню, как меня выгоняли оттуда. Ну, и как бы по ребенкам ездил с мамой. И, в общем, с синими губами, с трясущимися. Это ты замерзли. Я такой, не-не-не-нет. А, ну, те, кто там живут, они, ну, выезжали вот с нами только родственники. Там, может быть, один-два раза и все. То есть за целое лето на море-то толком и не бывали. У них работа и, ну, как вот у нас, мне кажется, родина мать, но родина мать. И никто особо, некоторые даже живут и ни разу не ездили. Да, есть очень хороший анекдот, когда идет турист и говорит, «Мужчина, подскажите, где здесь море? Не знаю, я местный». Не знаю, я местный, да. Да, потому что для них действительно лето и это сезон. Сезон работы, сезон работы, да. Ну, не то чтобы вкалывание, но работа. Ну, в том числе, да. Поэтому, ну, и как-то привыкается. У меня вот тоже друзья недавно уехали. И они в итоге вернулись. Они уехали на море. Будем жить на море, совершенно другая жизнь. Он говорит, ну, вот первые недели три, месяц, как-то еще прям море радовало. А потом все, как бы. Ну, важно понимать, что туда вы все равно перевезете себя со своими… В том-то и дело. Со своей работой, со своими мыслями, со своими эмоциями. И рано или поздно, то есть, куда бы я ни поехал, везде беру себя. Поэтому я за именно погоду и климат психологический внутри своей головы, в моих мыслях. И здесь можно комфортно выйти из отпуска, потому что, ну, действительно, если отпуск удался, если было комфортно, если море теплое, еда вкусная, отдых прекрасный. Конечно, когда приходишь на рабочее место, все мысли еще там. И важно на своем рабочем месте, ну, чем может тогда расстраивать рабочее место, что опять рутина. Опять рутина, опять эти дела, опять бесконечные вопросы, решения вопросов, задачи, ну, еще чего-то. Все зависит от того, чем человек занимается. Важно с моря что-то с собой все-таки привозить. Не зря привозят там всякие сувениры, магнитики. Я рекомендую привозить с собой, ну, или блокнот, новый именно, или какую-то вещь, да, есть люди, очень правильно делающие, которые... Артефакт, так можно так сказать. Артефакт, трофей. Такой трофей, да, привнести... Который будет со мной. Конечно, привнести в свой офис, в свою работу немножечко моря. Да, и тем самым может снизиться состояние от работы, что она достаточно рутинная. Ну, кто-то любит горы, не обязательно, кто-то любит горы, лес, кто вообще в деревне отдыхает, поэтому не обязательно это именно море, но... В любом случае, то место, да, где отдыхали. Если его привнести на свое рабочее место, так или иначе, то есть некий элемент, ну, все равно переключение отдыха и работы, главное, опять же, не залипать. Главное, уметь переключаться. Самое удивительное, вот, тоже мой друг, он мне с ним общались, он говорит, я вот, когда вернулся, я совершенно по-другому посмотрел на родину, потому что, говорит, я здесь родился и как-то я не ценил это место. А вот я уехал когда на ПМЖ, причем он на ПМЖ прямо уезжал, вот, и за границу, то есть это не просто море там, да, там, в Сочи, это прямо за границу. Вот, но в итоге он вернулся, говорит, я по-другому посмотрел на тот дом, где я родился, и, говорит, оно стало какое-то ресурсное, сильное. Поэтому очень важно научиться это видеть и ценить здесь, когда я нахожусь, когда я работаю. Просто это, ну, это определенная, ну, культура, можно так сказать. Все зависит от отношения к тому месту, где мы находимся. Если мы к своему рабочему месту, к своему отдыху, к своему здоровью относимся к чему-то плохому. Ну, на нелюбимую работу и вообще 11 месяцев отпуска и один месяц работы будет каторгой. Все равно не спасет. Да, не спасет. Даже это не спасет, потому что если привыкли думать о том, что все плохо, то будет действительно все плохо. А если привнести в свою жизнь что-то позитивное и хорошее, ну, хотя бы по чуть-чуть, хотя бы понемножку, да, с каждого отпуска это напоминание. Опять же, об отпуске оно дает возможность ресурсного переключения даже на рабочем месте. Даже какие-то там пару минут отдыха, воспоминания, они тоже поддерживают и дают очень сильный ресурс для того, чтобы все-таки влиться в работу и работать. Еще такой момент, что многие, выходя на работу, что делают? Они вдруг, оказывается, оврал и все дела надо сделать вчера и огромная стопка отчетов. Ты, честно говоря, ты же в отпуске был, давай теперь, короче, теперь наверстывай. Да, вот теперь вкалывай. Наверстывай. Да, наверстывай все. И здесь тоже важно как-то себе распланировать эти дела. Почему? Потому что где-то они срочные и важные, а где-то несрочные и неважные. Потому что все пытаются сделать все в первый день, тем самым подрывают снова себе и весь результат от отпуска, от отдыха, и снова работа становится нелюбимой. Но здесь важно тоже, опять же, планирование и как-то вот разграничение. В какой день, какие дела я сделаю. Это тоже такой аспект психологического, опять же, здоровья, планирования и поддержки себя на рабочем месте. И важно еще, знаешь, еще понимать, зачем я хожу-то на работу. Но если смысл работы есть, помимо того, что я зарабатываю деньги, то есть, как это, я хожу на работу, чтобы потом хорошо отдохнуть, в свой отпуск. Так тоже можно. Я знаю очень много людей, которые именно работают для того, чтобы очень хорошо отдыхать. И когда смотришь на фотографии этих людей, как они отдыхают, понимаешь, что наслаждаться отдыхом, вот именно отдыхать, это определенное искусство. Это определенное искусство, вот я учусь у этих людей, как отдыхать. Ну, я работаю больше, чтобы быть полезным людям, то есть, как бы для меня это больше важно. Поэтому, мне кажется, это такая, ну, действительно, потребность базовая. Конечно, и все равно есть, смотри, там все равно есть момент, конечно, есть момент, что есть что-то любимое в этой работе, однозначно. Да, и здесь важно себе задать еще такой вопрос, а что я люблю на своей работе? Что меня поддерживает? Потому что, так или иначе, если вы что-то делаете, это же, все равно вы делаете ради того, что любите. И важно, занимаясь любимым делом, все-таки его любить. Ну, это хорошее, хорошо ты так говоришь, да, но я уверен, сейчас многие сидят и думают, ну, а если вот, ну, если просто вот, ну, работаю, работаю, ну, вот, что значит любить свое дело? То есть, мне тоже так периодически задается вопрос, что значит, ну, вот, ну, я, а я не знаю, люблю я свою работу или нет. Ну, как-то уже привык, вот, как вот, в принципе, я говорю, тоже же люблю жену и детей люблю, ну, вроде привык, но опять так, как вот, например, там, первые месяцы встреч романтических, что-то не так, да, там, такой страсти нет, энергетики нет. То есть, любовь по-разному выражается. Но здесь не надо путать страсть и любовь. Ну, вот, да, поэтому я думаю, что работа, она тоже, то есть, это не про страсть, это действительно про любовь, и никогда меня на работе штырит круче, чем на отдыхе, да, это когда действительно мне, я с любовью работаю, нахожу смысл в том, что я делаю, да, и вижу отдачу, да, и это как бы вот идет такой, как процесс, то есть, процесс соединенности, потому что вот если от соединенности, тогда никакие отпуски не помогут, и действительно будет иллюзия, что я, ну, как бы вернулся, и вот опять, вот там было хорошо, вот здесь как бы не очень, потому что соединенности нету с тем местом, вот то, о чем как раз я и говорил, да, с тем местом, где я живу, где я работаю, с кем я живу и с кем я работаю, то есть, нужна соединенность, и вот какой-то способ взаимодействия, не значит, что он должен полностью открываться абсолютно всем, но какая-то степень открытости с людьми, с клиентами, с коллегами, да, с там, с членами семьи должна быть, естественно, везде в разной степени, но это тоже задача на взрослых людей, те, кто психологически уже повзрослели, после 18 лет необходимо этому всему учиться, простраивать этому, выделять внимание, вот, ну, не знаю, насколько мы смогли ответить на этот вопрос, ну, мне вот просто кажется, переезжать в другое место нет смысла, вот если прям какие-то давать конкретные рекомендации, нужно вот... Не, возможно, смысл есть, вопрос даже попробовать, потому что... Ну, если бы был смысл, они бы написали, вопрос бы не стоял. Есть, ну, понятно, есть очень много знакомых, кто планировал переехать в другой город, и мы хотим переехать, например, в Краснодар. Я говорю, хорошо, вы там были в Краснодаре? Они говорят, нет, не были, но хотим переехать. Ну, говорят, там хорошо. Говорят, там хорошо. Хорошо. И все, что я рекомендую своим клиентам, опять же, и знакомым, это съездить в этот город и посмотреть. Вот просто погулять по нему, да, посмотреть, привыкнуть, понравиться, не понравиться, точно ли это ваш город. Да, ну, хотя бы съездить на экскурсию, и можно отдых здесь совместить с дальнейшими своими, опять же, планами. Ну, и знаешь как, я могу сказать, что вот если просто съездить, наверное, тоже не тот эффект, потому что просто сесть и отдохнуть, это одно дело, а если я съезжу, хотя бы поживу там, вот, прям, как, или чуть-чуть поработаю, конечно, может быть, получится, в командировку, или там, ну, или как-то что-то придумать, да, то попробовать пожить. Да, не так, чтобы... Это высший пилотаж загадывания желаний. У меня знакомый говорит, купила купальник, хочу на море, не знаю, как съездить. В итоге она получает должность регионального менеджера, сейчас ездит в Ростов, Краснодар, Сочи. Ну, как бы... Ну, так бывает, то есть, когда есть человеку важно путешествовать, у него работа может стать связана с путешествиями, да, и так далее. Да, это такое волшебство такое. Да, поэтому у многих работа как отдых, с какой-то точки зрения выглядит, поэтому это важно, но... Опять же, то, когда мы то, что делаем, любим, это дает энергию, и здесь нет, здесь не тратится силы на то, чтобы сопротивляться тому, что не нравится, да, и здесь тогда идет элемент самоподдерживания себя и поддерживания себя в ресурсном достаточно состоянии. Нет, понятное дело, но тут еще, может быть, знаешь, что, например, человек вообще не любит работать. Такой тоже вопрос. То есть, как бы вопрос неоднозначный, он, в принципе, не вопрос, по большому счету, но из него так можно много разных выводов сделать или там каких-то интерпретаций, что действительно, что, может быть, человек просто не любит работать, а есть такие, ну, ленивые. То есть, вот мы говорили, трудоголики есть, а есть же и ленивые люди, которые не любят работать, они любят отдыхать, им нравится и напрягаться. И сейчас такой процент тоже очень большой достаточно, да, и там, я не могу сказать, что это какой-то возраст определенный, нет, это даже не какая-то взрослая группа. То есть, это просто, ну, просто есть такие люди, кто-то уже устал работать и считает, что уже пора, и все, уже надо, вот, ну, как бы, наслаждаться жизнью и отдыхать, там, свое отработал. Кто-то и не собирается, то есть, как бы нормально избалованный, например, может быть, там, или еще как-то, как-то получалось, там, прокатывало, не знаю, там, может быть, за чей-то счет жить, ну, например, да, там, родителей, может быть. Но это опять же привычка. Опять же вопрос привычки, и тут вопрос, действительно, если я вообще работать не хочу и не люблю, то надо все-таки как-то развивать в себе это. То есть, если я ленивый, то, ну, и вообще вопрос лени, вот, как бы, я затронула эту тему, как бы лень, это, я где-то слышал мнение, оно мне, кстати, близко, что лени нет. То есть, это какая-то собирательная такая абстракция, то есть, если ее разложить, то там много всего. То есть, если я ничего не делаю, то, что я делаю на самом деле, да? Ну, вот, да, вот такой взрыв мозговой такой, ты вопрос задала, то есть, действительно, почему я не делаю, да, то есть, я, там, боюсь чего-то, или, там, зона комфорта затянула, или вот, ну... Или я придумываю что-то такое, что мне сэкономит куча времени. Да, сэкономит силы, энергию, время, поэтому, то есть, как бы, ну, вопрос в этом, если вот вам тоже получается, что вы с отпуска не вернулись мыслями все там, или вам просто лень работать, ну, по-честному, просто надо себе признаться в этом, и уже надо тренировать трудолюбие, в том числе, и тогда любовь к работе появится. Хорошо, еще один вопрос на Viber. Не могу уговорить мужа съездить в нормальный отпуск, то дача у него, то рыбалка, то друзья, как его уговорить? Вот такой вопрос, у людей тоже нормального отпуска не было, хотя, с другой стороны, может быть, для него это отпуск. Тут получается, вот, кстати, хорошая тема, да, вот семейный отдых, и, действительно, часто у людей в семье, ну, вот в семьях, у мужа и жены не совпадает способ отдыха. Во-первых, разные работы, во-вторых, например, разные привычки, например, там, жена в детстве, например, там, регулярно ездила на море, муж регулярно... С родителями. С родителями, да. Муж регулярно, например, там, с родителями, или вообще, может быть, там, с друзьями родителей ездил на горе, в горы, или в деревню проводил время. Если рассмотреть эту ситуацию, скорее всего, он проводил в деревню, где-то с дедом ходил на рыбалку, да? Да, да, да. То есть такой момент. Вот, и получается, что совершенно разные привычки, совершенно разный образ жизни, а отдыхать нам надо в одном месте, вот. Здесь надо смотреть, чья потребность отдыхать вместе. Такой очень конфликтный на самом деле вопрос. Нам эфира не хватит оставшимся. Для задавшей вопрос, скорее всего, очень важно, чтобы отдых был совместный. Не факт, что для мужа этот отдых совместный вообще нужен. Потому что люди, которые занимаются рыбалкой, для них важно что? Посидеть в одиночестве, чтобы никто не трогал. Но шум, шелест воды и тишина. Если уж хочется съездить на нормальный отдых, то надо себе честно признаться, что хочется на отдых съездить с кем-то. Можно это в группе туристов сделать. Сейчас это совершенно очень большое количество групп, которые организовывают выездной туризм в ближайшие области, по области, на море. Я знаю группу, которая организовывает даже выезд на море. То есть можно ехать не одной, можно ехать в команде с интересными людьми. Если есть внутренняя потребность отдыхать с кем-то. Тут такой момент очень хитрый. Я встречаю все равно случаи, когда женщинам важно вместе делать что-то с мужем или с парнем. Им это очень важно. И это даже если, например, она бегает, а он не бегает, значит нужно обязательно, чтобы он тоже начал бегать. Это тема прошлой передачи, когда мы говорили в совместное время проведения. Умение строить отношения и так далее. Здесь вопрос все-таки в том, когда вы идете в отношения, вы вступаете. Тут надо понимать, что если, например, у человека другой образ жизни, другие правила, другие привычки. Но вы же видите это, по-честному, рано или поздно вы рассмотрите это. Поэтому тут надо понимать, вы вступаете в отношения, не в слепую, как, например, в мешке привезли. И надо понимать, что человека поменять не получится. И не надо к этому и стремиться. То есть надо просто принимать, что он, ну, например, у него другие, то есть, ну, как, другие привычки. Зачем? То есть он должен их перестраивать. Почему? То есть почему тогда, тогда придется им не перестраивать свои привычки. То есть если тогда, например, там, мужчина побежит, побежит, тогда надо ездить на рыбалку. Если есть попытка перестроить другого человека, то надо понимать, что это созависимые отношения. Это не совсем про здоровье. Ну, психологическое и семейное в том числе. Вот такая есть потребность. Конечно. Мне понравилось, я был на семинаре одном, и там говорят, что женщина – это институт по переделке всего. Это женщина сама рассказывает. По переделыванию всего, а по улучшению всего, да. И правда, я согласен, потому что действительно сколько, то есть все время что-то есть у женщин, такая потребность. Ну, мне кажется, что… Иногда лучше и враг хорошего. Да, все-таки здесь важно научиться в отношениях определять важные вещи. Что важно? Важен ли совместный досуг? Тогда просто договориться, например, раз в год или раз в пять лет. Ну, как договориться, как получится. Что, например, совместное какое-то время проведения, отпуск, неделя. Там даже о времени нужно будет договариваться, насколько комфортно будет, опять же, мужу, сколько времени провести совместно. Это надо договариваться, а не давить. Потому что чаще всего в отношениях именно происходит как давление, манипуляция. То есть я хочу, мне надо, то есть мой какой-то, ну, это мой внутренний ребенок еще, он бантует. Ну, как вот, ребенок захотел игрушку, и он любыми способами будет ее получать. Вот так вот, захотел ребенок на море, он будет плакать, рассказывать, как он вообще страдает без моря, как ему хочется на море, как он будет счастливый на этом море. Начинает всячески вот этими эмоциями… И надо понимать, что отпуск будет отравлен еще до отпуска. Ну, в принципе, да. То есть если действительно, например, не хочет кто-то ехать туда, он говорит, ну, ладно, хорошо, так и быть, я поеду. Ну, в принципе, потом до отпуска, у меня просто был такой личный опыт в том числе. Я любитель отдыхать, как бы, ну, то есть у меня работа активная, много людей вокруг. Мне действительно хочется какой-то уединенности. Ну, вот, получилось с супругой, да, съездить. Вот, поэтому ей все время хотелось куда-то идти бежать. Я говорю, так, мы приехали на море, я буду здесь лежать, а ты ходи куда хочешь. Вот, ну, получилось как-то договориться. Поэтому, то есть если уже, если мы едем куда-то в одно место, то культурная программа может быть тоже одна. Здесь надо договариваться. И я все-таки призываю к тому, что совместное времяпровождение, оно не обязательно. То есть надо искать общие моменты. Но это не значит, что обязательно человек должен научиться тому, что я люблю. Да, или, например, построиться под меня. То есть можно найти общие моменты. Есть в любом случае. Пусть они и будут объединяющими. Например, мы едем в отпуск даже раздельно, если то, ну, как бы, например, там. Потом делимся впечатлениями какими-то. То есть вот это может быть объединяющий момент. Поэтому я бы не сказал однозначно, что обязательно надо заставлять или уговаривать мужа. А если уговаривать, то договариваться и потом соблюдать договоренности. И чтобы отпуск не был испорчен. Потому что в любом случае картинка у женщины одна отпуска, у мужчины совершенно другая. Вот поехали мы в Прагу. А в Праге, например, там женская программа это пробежаться по всем, там, не знаю, достопримечательностям и так далее. А мужская, например, пойти в бар пиво попить и все. Или, например, вообще никуда не ходить. Просто в этом, в отеле спать. Вот. Но вот разные картинки. Хотя вместо одно. И тут надо вот это проговорить, договориться на готовности партнеров. Все-таки это взаимоотношения, это супружеские отношения. И тут нужно договариваться. Я за это. У нас уже программа подходит к завершению по времени. Вот. Спасибо всем нашим телезрителям. Спасибо за вопросы на Вайбер. А, мне подсказывают, что у нас еще, нам еще чуть-чуть продлили время. Давай подведем итог. Да, прям вот итог. Вот отпуск, да, как с него вернуться. С него вернуться будет легко, если он заранее спланирован. Если, в принципе, есть ощущение, вот, как это, то есть, каждый день спланированный, каждый день я высыпаюсь вполне, веду размеренный образ жизни. В том числе люблю работать и люблю то дело, которым занимаюсь. Переключаться между отпуска и работой. И готов, и готов перезапуститься, и смена деятельности идет. Тогда получается, что с отпуска будет вернуться проще. То есть, качество и работы, и отпуска улучшится в разы. Да, а если этого нет, то, скорее всего, будет очень тяжело вернуться и с отпуска, и в него вклиться, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, такой вот у нас. И потом, возможно, нелюбовь к отпуску. Да, можно и не полюбить отпуск, но много разных последствий. Да, и не любить работу, и вообще не любить город, и стремиться переехать куда-нибудь в другое место. Но это тема уже отдельной программы, отдельного эфира. Поэтому еще раз спасибо всем, кто сегодня был с нами. Программа «Твой психолог» оставайтесь с нами. В следующий вторник увидимся с вами здесь, в этой студии. До новых встреч!